Сегодня в Евангелии мы слышали дважды слова Иисуса Христа. Кто имеет уши, да услышит. То есть, кто способен слышать, послушайте и сделайте правильный вывод. Христос привел сегодня удивительную притчу о том, как вышел сеятель семена. Одно упало на дорогу, прилетели птицы и поклевали то. Другое упало на каменистую почву. А так как земли было немного, солнце только пригрело и завяло. И только четвертое упало на добрую, благодатную почву и принесло плод. Одно в 30, иное в 60, а иное во 100 крат больше посеянного. Сегодняшнюю притчу растолковал сам Иисус Христос. Он указывает на то, что сеятель – это Сам Спаситель мира, Господь наш, победивший смерть, Христос Спаситель. А сеет Он в души людей. Так важно нам с вами услышать сегодня обращенные к нам слова Христа Спасителя. «Христос сеет и в нашу душу». Что это за почва? Заезженная дорога? Что может вырасти на дороге, где туда и обратно постоянно ездят машины, телеги? Там и плода-то ждать не приходится. Что это за дорога? Это те, которые слышат Слово Божие, но к ним приближается Дух нечистый, сам Христос называет его дьявол и похищает. У человека настолько каменело сердце, настолько, как сказано в Писании, сам Христос говорит, «Ибо о толсте сердце людей сих». Церковно-славянский язык передает еще более глубокий смысл. О толсте, то есть разжирело сердце, то есть всытое, довольное собою, в сердце ничего не прорастет. Вот почему как заезженная дорога, человек гордым и присыщенным сердцем, прилетает дьявол и похищает посеянное. При дороге это те, которые на каменистую почву падая, которые с радостью принимают Слово. Но как только гонения или скорби, притеснения, тут же легко от евангельского Слова в душе своей посеянного они отрекаются и говорят, «Да будем жить, как все. Ну что, мы хуже других, и сколько таких людей живут, а как мы, как все?» Ну все не ходят в храм, ну и мы не пойдем. Все ходят по магазинам, и мы пойдем. Все ходят куда хотят, и мы будем ходить. Зачем нам напрягаться? Зачем подниматься? Зачем идти в церковь? Когда можно выспаться, в конце концов, выходной. Оказывается, христиане живут для другого, потому что вырастить урожай – это всегда труд. Вот так, дорогие братья и сестры, над зерном, которое человек получает от Господа, он должен трудиться сам. Зерно – это слово евангельское, это слово Божие, которое обращено к каждой душе человеческой, и о нем нужно позаботиться. Как? Нужно убрать плевелы, убрать все камни, убрать все сорняки из сердца своего. А что это за плевелы? Это грехи наши, которые мешают нам не только услышать, но и тем более дать возможность прорасти этим посеянным, благодатным зерном словам Христовым. Вот потому Христос сравнивает с полем, где вырастают плевелы, огромное количество грехов, искушений, которых в наше время особенно много. Мы живем тогда, когда плевелы растут со всех сторон, не только взрослых, но и детей. Вы посмотрите, сколько у детей соблазнов. Интернет, гаджеты, зависимости, всевозможные тиктоки, ютубы и так далее. Сколько для детей сегодня соблазнов только в одних гаджетах. Родители говорят, ну ничего, пусть посмотрят, пусть поиграют, пока я занята, пока я обед приготовлю, пока муж там занят, пусть посидит. И они заражаются, то есть в их чистой душе, как в некогда не на поле, а в такой молодой еще нетронутой грядочке уже посевает дьявол свои плевелы. Еще и зерна-то не посеяны, а плевелы уже растут. Вот потому правильно поступают те родители, которые с юных лет уже начинают детям читать Слово Божие, детскую Библию, на сон, поразмышляют, поспрашивают друг у друга. Федор Михайлович Достоевский вспоминал, что он знал основные притчи Евангелия уже к десяти годам. Смотрите, как отдыхали русские люди, собирались за столом, поужинали, а потом почитали Евангелие, поразмышляли о нем. О чем сегодня размышляют в современных семьях? У телевизора? Или каждый потом разойдется к своему телефону? Что общего сегодня в современной семье? Даже христиан я уже не беру за некрещенных. Вот сколько плевелов проросло вокруг нас, а мы как бы их и не замечаем. Вот и бывает это семя, которое посеяно в нас, бесплодным. И лишь последние, которые потрудились, и кто имеет хотя бы дачный участок, знает, с чего надо начинать сеять. С того, чтобы убрать все поле, прорвать сорняки, а может быть даже и руки в кровь, от этих колючек от всего, на коленочках еще там надо кое-что повыдергать. Непростое это дело, даже почву подготовить. Вот поэтому правильно поступают те, кто прежде всего не впускает в свою душу. А если и впустил по какой-то немощи своей, исповедал грехи свои, и приходит в храм, и дома читает Слово Божие, и в храме слышит за литургией евангельское благовестие, и проповедью научается, и дома еще с детьми евангельское Слово повторит. Раньше был такой обычай, шли из церкви папа с мамой и малыш рядом. Ну, о чем слышал сегодня в церкви? Читалось Евангелие. Или там, о чем батюшка рассказывал? Ну-ка давай по дороге идем, вспомним. О чем говорилось? О плевелах. Молодец. Вот давай еще по пути, хорошо слушал, мороженое тебе купим, день сегодня не постный, поощряли, а нерадивых, а я не слушаю, я пробегал. А ну вот никакого тебе мороженого, никакого тебе поощрения. Вот так врачевали, так вот пытались взрастить, то есть прорвать сорняки с души маленькой грядочки. А если не прорвем, то эта грядочка засоряется плевелами, потом по ней ходят люди, потом поедут телеги, машины. Вот тебе уже и не грядочка, и не земля благодатная, а заезженная дорога. Откуда эта твердость в сердце? От того, что родители с юности не посевали в душу маленьких детей семена, то есть это зерна евангельской истины. Потому что те, которые в детстве получили их, они потом и во взрослой жизни вспоминают, как Достоевский, эти удивительные минуты, когда вместе, всей семьей читали за столом Евангелие. Вот я хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на свою жизнь и, наконец, понял из сегодняшнего благовестия Христова, что только последние, те, которые работают над полем своей души, которые исторгают плевелы, сорняки, грязь, грехи свои на исповеди, и стараются помогать вырасти этим посеянным зернам евангельской истины, вот только те спасаются. А те, которые слышат и принимают, но жить по ним не хотят, прилетают птицы, и бывает то, семя попрано, попрано или засохнет, или тем более пропадет среди заросших сорняков. Вот на что обращает сегодня наше внимание с вами Христос. Давайте же и мы с вами постараемся вспахать свою душу покаянием, следить за тем, чтобы ничего туда нечистое не входило, если вдруг увидим или услышим, или прочитаем, что даже отбросить, отбросить, потому что даже читать против веры, против Христа, против нашей Церкви, ничего даже читать не советуют наши святые подвижники. Особенно на это обращал внимание святитель Феофан Затворник. Он говорил, как дым наполняет человеческое сознание, когда он окажется среди дыма. Он помрачается, он дышит плохо, он понимает плохо. Вот так люди, которые начитались, а сколько сегодня так удобно в смартфоне начитаться такого, что как дым помрачает твой разум. Увидели? Не читайте. Читайте только хорошее. Смотрите только доброе. И изучайте только полезное. От остального удаляйтесь, как от этого ядовитого дыма. И особенно удаляйте от этого дыма своих детей, потому что если они задохнутся, то и слышат, перестанут. Вот почему Христос дважды говорит, кто имеет уши, да слышит. Кто способен слышать, пусть услышит эти простые христовые наставления. Наша же задача была их только более подробно и еще понятнее донести до каждого из нас, чтобы наша с вами душа была не только засеяна этими словесами Господними, словесами чистыми, как Царица Небесная сохраняла все глаголы в сердце своем. Вот так и мы должны всякое слово услышанное в Евангелии хранить в сердце своем и стараться, чтобы оно по милости Божьей приносило свои плоды. Я желаю, чтобы все вы, кто услышали сегодня это евангельское благовестие, тоже постарались принести по милости Божьей свои плоды. И у кого-то прорастет в 30, у кого-то в 60, а у кого-то и во 100 крат больше посеянного. Пусть так будет. Храни вас все Господь и Пресвятая Богородица. Мир вам всем, Божье вам благословение, и да благословит всех вас Христос. Аминь. Спасибо. Спасибо.